Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в вампиров. Собственно, мы в прошлый раз с вами, опять же, локнули все ачивки, все оружие и в бестиарии, соответственно, тоже у нас все уже разомлочено. Также мы открыли очарование, новое усиление, но, по-моему, оно сломано, но я не уверен, возможно, это только на уровне с этим. Но на уровне с мышами, то есть вот этот уровень, потому что, когда я достигаю 18 минуты, почему-то противники перестают спауниться. Возможно, это именно с Аркана идет конфликт какой-то, но мне кажется, что это просто сломанный вот этот вот эффект. Дальше я бы хотел... Сегодня я бы хотел собрать себе полностью билд на золото, и, собственно, мне для этого нужна будет кошка. Поэтому кошку я возьму. Че еще у нас, в принципе, подойдет под золото? Ну, соответственно, маска, соответственно, кошечка, и я бы хотел, наверное, взять... Я думаю, просто, чем мне еще заблокировать, чем мне не надо. В принципе, кресты мне не то, чтобы особо нужны. Кнут мне может пригодиться, поэтому кнут я оставлю, ножи мне точно не нужны. Библия. Библию, наверное, я заменю на топоры. Наверное, я не уверен пока что точно, но топоры мне по большей части не нужны. Рум-трейсер мне не нужен, молния мне не нужна. Вот насчет птичек, фиг его знает. Но, наверное, все-таки птички нет. Так, давайте посмотрим, собственно, билд на золото. По-моему, вот за этого персонажа, да, и дает плюс один к жадности. С каждым уровнем золотая лихорадка длится дольше. Попробуем сыграть за него. Давайте также возьмем себе 6 оружия. И посмотрим, какой из уровней дает больше всего бонус голде. На нем мы будем играть. Так, 250, 250, 270, 280, 290. Здесь 250, 250, 250. Во, вот здесь 300%, по сути, это самая лучшая пока что локация. На мышах 280, здесь тоже 280, здесь вообще ничего нет. Ну, видимо, в костяной зоне будем играть. Здоровье врагов плюс 200%, предметы не выпадают, враги со временем усиливаются. Это должно быть что-то прям капец жесткое. Ну, попробуем пройти за брюка. Так, и я могу первым предметом выбрать абсолютно любое оружие на брюка. Я бы хотел собрать здесь... Ну, вообще, победный меч, на самом деле, первым предметом звучит как план. Либо же можно взять что-нибудь... Хм... Играем, как обычно, со всеми модификаторами, абсолютно. Мне нужно взять что-то, что... Так, секундочку, я протупил. Я просто, как сказать, нажал на любой местный экран, и у меня автоматически выбрался то, куда я тапнул. Неудобно, конечно, немножко сделано, что нельзя нажимать подтвердить. Так, кнут, волшебный жезл, нож, топор, чеснок, библия. Я бы хотел взять что-то прям капец какое мощное. И самое мощное, это вроде бы победный меч у нас получается. Поэтому берем победный меч. Из арканы, конечно же, берем плохой сезон. И вот второй арканой надо посмотреть, что бы я хотел займеть себе. Я бы хотел, наверное, воскрешение взять, чтобы чаще атаковать. Либо золотую лихора... золотую дискотеку. Золотая дискотека мне позволит хилиться в этом плане. Конечно же, неплохо. Мне нужно будет взять, скорее всего, второй арканы притягивания предметов на локации. Поэтому я... Давайте для начала вот так сделаем. А теперь я возьму... Можно, кстати, потратить яйца. Так, у нас будет с вами голда дополнительная. Мне еще нужны будут повторы 100% и пропуски. Так, изгнания мне, в принципе, не особо нужны. Можно, конечно, взять, но не обязательно. Давайте я оставлю себе где-нибудь 1200. Возьму кучу яиц и 200 тысяч на всякий случай, если вдруг у нас не получится как-то выжить. Можно сразу взять золотую лихорадку. Но я думаю, что это не самое крутое оружие, которое я могу себе позволить. Поэтому... Возьму рандомаза. Так, я бы хотел, на самом деле, взять какие-то револьверы или типа того. Лавр мне тоже нужен будет, и кнут мне тоже желателен. Хотя, с другой стороны, для револьверов придется забивать слот этим. Но 100% я беру лавр, 100% я беру ланцет. И у меня остается, по сути, не так, чтобы много опций. Мне надо бы какой-то выживаемость себе повысить в начале игры. Поэтому, возможно, стоит собрать кнуты. Но для кнутов, опять же, понадобится сердце. Если я возьму еще пламя и, допустим, кошек. То есть, я кошек 100% беру, да? Кошки. И у меня остается еще два дополнительных слота. Это может быть как пламя и браслет. Также вместо пламени можно собрать что-то... Ну, блин, хотелось бы взять, конечно, пламя и ланцет. По-хорошему так-то. И постараться пока отыграть чисто через меч. Но мне кажется, я фиг буду, блин, получать нормальное количество опыта. Так, я постараюсь найти еще одно оружие. Вот можно взять кошек. Но, опять же, кошки в начале игры звучит как-то не очень круто. Так, зоны, носящий урон. Мне здесь ничего особо не интересно. Кошки-шпинат. Я бы хотел взять себе все предметы на... Собственно, всякий там опыт, притягивание. Канделябр, Заклинатель и Томик. Да, Канделябр, Заклинатель и Томик я бы хотел. Давайте здесь кошек опять возьмем. Так, надо качать непосредственно победный меч. Так, здесь я возьму Канделябр. Так, надо подумать. Мне нужны будут штука... А, мне еще шкатулка трона же нужна. То есть, мне придется отказаться либо от Канделябра, либо от Заклинателя. Чего-то из этого. Так. И либо же мне не брать, допустим, ту же книгу на опыт. Тоже как вариант, то есть, корону. Но корона не, корона нужна. Без короны будет сложно, потому что я хочу еще печать взять следующим предметом. Ну, не следующим, а дополнительным, скажем так. К тому же, у меня не будет обычной коробки конфет. Я ее уже взял, поэтому у меня будет только одно дополнительное оружие. И, скорее всего, это будет как раз таки печать. Поэтому мне нужна корона в любом случае. Магнит мне нужен, чтобы как-то опыт фармить. Потому что дальше мы будем еле-еле пробивать противников. Так, ну, если у нас будет шкатулка трона, у нас будет маска для кошек, получается. На браслеты, на пламя тоже идет шкатулка трона, либо ничего не идет. И, получается, у нас остается три слота. То есть, шкатулка трона, маска, опыт. Этот книга, получается. И заклинатель, скорее всего, мы возьмем. Да, и здесь, получается, у нас не нужен этот... О, шкатулка. Так, давайте возьмем томик здесь. Мне нужно сейчас, в начале катки, как можно больше нафармить опыта. Чтобы мне дальше было проще выживать. Я же взял аркану на воскрешение. Или как, я уже не помню. Да, я взял аркану на воскрешение. Поэтому можно пока, в принципе, получать урон. Давайте еще возьмем заклинатель. Да, мы первый раз погибаем, но это пока совершенно не страшно. Так, здесь я возьму еще победный меч. Чтобы больше опыта нафармить на старте. Жалко, конечно, что мне пока не падает корона. Мне бы она очень не помешала, на самом деле. Давайте еще победный меч. Блин, там был ланцет. Надо было брать ланцет. Я что-то протупил. Ладно, воскрешение используем очередное. Так, здесь я возьму заклинатель. Давайте еще победный меч. Мне нужно как-то обороняться. Давайте еще магнитосферу. Кошки меня просто сами дамажат. Я не хочу получать урон. Есть корона. Дальше я возьму еще победный меч. Очередное здоровье тратим. Блин, возможно, это была ошибка, что я взял аркану на воскрешение. Возможно, стоило взять аркану на хилл золота. Тогда бы, мне кажется, я выживал с большей вероятностью. Уже идут криты от победного меча. Берем ланцет с вами. Так, ну у нас осталось найти пламя и браслет, по сути. Ну и, соответственно, для кошки нужно найти этот... Я вот думаю, сколько у меня... У меня одно оживление всего осталось. И вполне возможно, стоит найти Тирогесу как вариант. То есть, чтобы мне сейчас не умереть, то я уже близок к этому, попытаться найти Тирогесу. Но я пока у меня есть еще одно оживление, не буду пытаться найти Тирогесу. Вот на последнем этапе, возможно, стоит уже попробовать его найти. Вот сейчас попробовать найти, чтобы не умереть. Нажимаем оживить. И будем искать, собственно, Тирогесу. Главное еще на Аркану оставить себе переборы. Че-то как-то не особо везет. Ладно, придется брать корону. Давайте еще пару раз я попробую все-таки рерольнуть. Может быть, выпадет. Не, нифига подобного, блин, не везет. Мне нельзя больше тратить рероллы по понятным причинам. Но я сейчас умру просто в таком случае. Мне нужно найти... Так, есть каменная маска. Но мне это пока не особо помогает, потому что я сейчас, скорее всего, отвалюсь. Надо было, наверное, взять Лавр. Меч 12 уровня, но я погибаю, скорее всего. Я не знаю даже, как мне выжить сейчас здесь. Если бы удалось найти Тирогесу. Но я сейчас все равно умираю, поэтому мне надо реролить и искать Тирогесу. Но оно мне не падает, к сожалению. Не везет в этом плане. Ну да, и мы погибаем. Можно, конечно, посмотреть рекламу. А нет, даже не дают посмотреть рекламу. Нифига себе. А че же рекламу-то не дают посмотреть? Ладно, пытаемся еще раз. Просто в этот раз надо взять другую Аркану. Попробовать сыграть с Арканой, допустим, на... Кстати, мне нужно волшебное торжество. Да, волшебное торжество. Оно же мне позволит также фармить голду. Давайте мы тогда возьмем с вами первым предметом волшебное величайшее торжество. Попробуем. Так, берем Аркану плохой сезон. И я бы хотел у торговца купить Аркану на... Так, пропуски берем. Не, подожди, зачем я беру пропуски? Мне только повторы же нужны. Берем повторы и постараюсь сейчас взять золотую дискотеку. Ну да, величайшее торжество его минус, что оно не наносит, по сути, урона начальным противникам. И это очень плохо. Так, а что из этих штук не выпадает-то золото? Алло, игра. То есть, возможно, мне тогда не нужно собирать браслет. Либо пламя не собирать, я вот думаю. Пламя, на самом деле, наверное, даже будет послабее браслета. Но оно зато со шкатулкой торона грейдится. Так, и мне надо, получается, еще кошек. И 100% победный меч. Окей. Берем магнитосферу. Давайте лавр возьмем. Так, здесь возьмем заклинатель. А почему я не восстанавливаю здоровье от этого? Так, я не хочу брать пока шкатулку торона. Я возьму маску. Почему я не восстанавливаю золото от золота? Не, я восстанавливаю, по-моему, только как-то очень слабо. Да, я очень слабо восстанавливаю, потому что мне в основном хилят меня только мешки с золотом. Так, давайте возьмем еще величайшее торжество. Чем быстрее мы его прокачаем, тем... Я, кажется, сейчас погибну просто. Что-то идет не так. Возможно, стоит взять аркану на какой-нибудь хил, знаете, в этом плане. Но без меча первым предметом, мне кажется, делать здесь нечего. Я слишком много времени трачу на вот это вот. Может, попробовать взять меч и еще раз золотую дискотеку? И потом постараться найти величайшее торжество. Давайте попробуем так и сделать. Так, выбираем здесь пропуски. Дополнительную аркану. Берем, собственно, золотую дискотеку. Так, и сейчас постараемся найти все самое полезное. Я, наверное, сначала возьму ланцет. Величайшее торжество, отлично. Так, здесь берем, наверное, шкатулочку. Хотя шкатулку брать на старте такая себе идея. Здесь мы берем с вами еще победный меч. Давайте прокачивать еще торжество. Здесь берем с вами корону, в первую очередь. Давайте еще торжество. И надо тусоваться рядом с какими-то вот этими канделябрами и так далее, по-хорошему. Так, давайте заклинатель тоже возьмем. Так, победный меч. Так, мне нужно найти сейчас желательно мешок с деньгами. Типа у меня есть, конечно, какой-никакой хилл, но он какой-то посредственный. То есть мне очень слабо восстанавливает здоровье. Давайте возьмем еще меч. О, золотая лихорадка. Вот эта вот штука меня реально спасает, то есть с ней я смогу выживать. Это единственный вариант, который мне возможен для выживания. Это именно постоянно находиться в золотой дискотеке. Мне кажется, это один из немногих вообще возможностей выживания. Так, давайте еще корону. Надо пока есть возможность фармить. Торжество возьмем. Давайте еще победный меч. Надо качать пока урон. Так, ланцет, шкатулка. Ну, конечно, ланцет. Так, еще хочу опыта, наверное, в первую очередь. Так, и мне нужно найти поскорее еще одну, получается, один мешок с золотом. Так, давайте возьмем здесь еще магнит, потому что нам нужно, блин, началось. Нужно срочно искать мешок с золотом. О, заспавнились эти. Отлично, мне повезло очень сильно. Заспавнились от величайшего торжества эти канделябры. И я, собственно, да. Давайте качать тогда величайшее торжество, чтобы у нас всегда была возможность этого. Так, мне нужно найти, по сути, маску каменную. Только, да, если я не ошибаюсь. Давайте еще опыта возьму. Так, каменная маска, библия, нет, здесь нету каменной маски. Можно взять тирогесу, чтобы не отвалиться, но я думаю, что я не буду умирать. Тем более, что у меня одно воскрешение есть. Если я не смогу погибнуть, я не смогу изгнать из своей коллекции тирогесу и, соответственно, собрать новый предмет. Так, давайте здесь мы возьмем еще торжество, потому что это необходимое для выживания предмет, скажем так. Давайте еще магнитосферу, чтобы апать быстрее все. Каменная маска есть замечательная. И нам осталось найти только оружие. А именно лавр, пламя и получается что-то еще. Так, подожди, а что мне надо последним предметом на оружие? Вообще, конечно, на билде на максимальное золото желательно взять еще череп на проклятие. Но я не хочу себе руинить забег, поэтому да. Мне нужно пламя, мне нужно, получается, лавр. И последнее оружие, которое мне нужно, я даже не знаю, что это. Браслет, либо... А, кошки, кошки мне нужны точно. Так, давайте победный меч. Так, пока я восстанавливаю, конечно, здоровье, но скоро у меня спадет мой эффект этого золотой лихорадки. Давайте пока буду качать ланцет. Хотя надо бы уже качать шкатулку, если так подумать, чтобы как-то выживать. Давайте еще магнитосферу. Так, здесь еще эту шнягу. Еще пламя. Браслет, браслет. Нет, мне нужны кошки, и мне нужен лавр. Поэтому от браслета я отказываюсь в данной ситуации. Берем с вами... Давайте заклинатель возьмем. Так, здесь я возьму томик, чтобы чаще атаковать. Чаще работал этот... Как он называется? Фейерверки. Так, здесь я беру... Кстати, ценность золотых монет будет увеличивать хил. Я вот думаю насчет этого. Наверное, нет. Так, пытаемся сейчас максимально фармить. Пока мы, в принципе, противников пробиваем. Мне это нравится. Давайте шкатулку прокачаем. Сундуки пока не хотелось собирать. Есть кошка. Замечательно. Главное, чтобы эта кошка меня сейчас сама не убила. Так, давайте возьмем здесь пламя. Так, у меня скоро закончится опять эта лихорадка. Давайте торжество возьмем. Все, теперь она не закончится еще некоторое время. И можно будет еще пофармить. Давайте шкатулку качать. А меч у меня получается уже максимального уровня. То есть мне просто нужна шкатулка максимального уровня. У меня будет меч максимального. Так, берем здесь торжество. Еще торжество. Все, торжество максимального уровня. Теперь у нас будут максимально часто срабатывать наши эти штуки. Берем лавр. Последний предмет для нашей сборки. Давайте возьму еще магнитосферу, чтобы максимальный радиус был сбора. Так, теперь берем еще шкатулку. И надо качать шкатулку, грубо говоря. Пока я пробиваю противников, нужно максимально раскачаться на урон, чтобы быстренько апнуть себе шкатулочку. Так, давайте здесь возьмем с вами еще томик, чтобы чаще срабатывали эффекты. Берем здесь лавр для выживаемости на всякий случай. Так, еще шкатулка. Так, берем также здесь с вами... Давайте за этот ланцет прокачаем. Так, я бы хотел здесь взять огонь. Давайте еще возьмем томик. Чем чаще мы бьем, чем чаще срабатывают фейерверки, тем, собственно, лучше. Еще, наверное, пустой фолиант. Мне нужно очень быстро прокачать шкатулку. Пламя берем. Шкатулочка очередная. Здесь я возьму, наверное, лавр. Здесь пламя. Здесь пламя. Здесь возьмем с вами, наверное, лавр еще. Так, давайте еще пламя прокачаем. Шкатулка. Шкатулка. И остался последний уровень шкатулки. Отлично. И теперь можно попробовать эволюционировать. Блин, я, по-моему, сразу собрал два сундука. Но, видимо, в одном нет эволюции пока что, как минимум. Да. Ну, ладно, придется, короче, ждать десятые минуты, чтобы все-таки... То, что мне нужно залутать. Так, мне нужно здесь взять, наверное, лавр. Давайте еще лавр. Кошек я буду прокачивать в самый последний момент. Поэтому пока берем просто усиление нашего оружия. Так, возьмем также еще, наверное, лавр. Еще масочка. Еще, наверное, я бы хотел... Давайте возьмем еще заклинатель, я не знаю. Маска. Еще маска. Еще маска. Ну, и теперь остается только кошек качать, в принципе. И ждать непосредственно эволюции. Так, выбираем случайно всегда. Ну, все, скорее всего, мы сейчас уже не погибнем, как мне кажется. Так, можно попробовать залутать эволюцию, но здесь, к сожалению, всего лишь золото. Так как это был, видимо, сундук девятой минуты, а вот это уже должен быть сундук с эволюцией. Есть пламя. Окей. У нас еще один босс появился. Окей. Так, у меня нету золота сейчас. Мне нужна золотая лихорадка. Да. Окей. Так, ну и сейчас, собственно, у нас идет максимальный дэмэдж. Там уже два босса появилось, но я не могу пока от них никак избавиться. Так, есть еще одна эволюция. Хорошо. Скоро будет дополнительная аркана. О, выпала, кстати, та эволюция, которая мне нужна была больше всего, чтобы уворачиваться от тех челиков, которых я буду, в принципе, бить, когда соберу метаглио. Так, ну пока, в принципе, я пробиваю еще противников. Но в скором времени они усилятся достаточно сильными, станут и будет посложнее. Поэтому я, наверное, даже не буду брать следующий сундук. Я сначала прикончу тех челиков, прокачаю метаглио, потом постараюсь уже собирать сундуки. Нужно только выбить сейчас вот с этого босса аркану и притянуть себе предметы. Я уже противников достаточно слабо пробиваю. Так, мне нужен мешок с деньгами. Так, есть аркана, это хорошо. Так, давайте откроем, собственно, сундук, выберем аркану, которая нам нужна. И возьмем, допустим, вот эту шнягу, да. Так, и теперь мне нужно собрать вот эти вот все шняги. Так, вижу колечко последнее. Так, и мне нужно сейчас все время поддерживать золотую лихорадку, потому что иначе будут проблемы с вот этими челиками. Сундук я не буду пока брать, потому что мне нужно сначала прокачать кольца. Так, у меня закончилась лихорадка, это плохо. Надо где-то намутить. Да, и все, есть еще одна, как раз перед проклятием. Так, ну и сейчас максимально фармим. Мы уже с вами заработали, по сути, 300 км, а нет. Уже купили нашу сборку. Так, качаем в первую очередь кольца, конечно же. Так, какие у нас кольца по прокачке? Еще одно нужно три раза прокачать, и можно будет, в принципе, дальше брать сундук с эволюцией. Так, все, постараемся сейчас эволюционировать. Есть, повезло, выпал ланцет, я именно это и хотел. Ну и теперь дальше качаем просто метаглио. Можно еще взять эволюцию на кошек. Хотя, надеюсь, они не будут перевращать прям всю, весь опыт в голду. Так, пока что просто фармим. Эти челики уже должны скоро отвалиться, которые за мной бегают. На них должен ланцет сейчас сработать, и они должны, в принципе, откиснуть. Так, вроде бы я их прикончил, да? Да, вроде изи-бризи. В идеале, конечно, для максимальной прям голды нужно было взять еще череп на этот. Допустим, вместо заклинателя взять череп на проклятие. Но это будет сложнее выживать, поэтому я не стал брать. Хотел прям, чтобы у меня сразу получилось собрать то, что нужно. Так, я, наверное, подожду все-таки, когда у меня прокачаются предметы, и потом возьму щит. Так, есть 129к голды. Так, пока качаем, собственно, щиты. Уровень уже, знаете, так это тяжело идет. Так, все, есть максимальная прокачка. Теперь нужно сундук лутать и, собственно, надеяться на прокачку. Так, ну у нас вроде бы есть все эволюции. Теперь надо найти коробку конфет по-хорошему. Ну и все, по сути, это максимальная сборка практически. Печать можно еще залутать с коробки конфет. Но пока мне коробка сама не падает, поэтому, да. Но уже, как бы, у нас аннигиляторная сборка получается. Уже нас вряд ли кто-то сможет победить. Тем более мы будем усиляться, с каждым разом все становиться сильнее и сильнее. Благодаря проклятиям золото будет идти больше с каждым разом. Но мы не можем накопить у себя в коллекции больше, чем 999999 монет. Поэтому, да. Можно сейчас еще взять аркану какую-нибудь, но я даже не знаю, какая аркана мне нужна. То есть, у меня, в принципе, уже все есть, что мне надо. Кстати, если бы я взял первым предметом кошку, я бы мог сейчас их удвоить. Либо же взять, допустим, аркану на удвоение реально. То есть, давайте мы попробуем найти какую-нибудь аркану на удвоение. Либо можно взять собу из зоны урона для печати, лавры и ланцета, как вариант тоже. Но тогда я буду отталкивать противников, это мне не нужно. Давайте мы возьмем вот близнецов, чтобы было больше кошек и, возможно, больше золота. Я думаю, мы с вами накопим где-то 999 тысяч монет. И, собственно, это будет нашим абсолютным рекордом за забег. Интересно, могу ли я до 30-й минуты набрать 1 миллион голды. Как вы думаете? Ну, учитывая, что у меня уже идет 180-190, то, блин, хотелось бы, конечно, 200 тысяч накопить, но не получилось. Так, есть еще один сундук, опять же, коробка конфет не падает. Не, мне кажется, до 30-й минуты все-таки накопить миллион я не смогу. Но, тем не менее, это уже рекорд. У нас был рекорд, это 650 тысяч. Ну, или 670, что-то в этом духе, за один забег. И тем более, это уже было, по сути, после 30-й минуты. Такое количество золота. А здесь мы уже с вами накопили 700к за, получается, 25 минут игры. И это еще не лимит. Если я смогу накопить 1 миллион за 30 минут, это уже будет абсолютным рекордом. Как мне кажется. Так, я взял еще один сундук. Опять же, коробка конфет мне не выпала. Так, превращаемся, опять же, в аннигиляторную бездну. Вселенную. Ну, да, если бы я взял еще череп, я бы мог еще больше голды фармить. По-хорошему так-то. Сейчас мы немножко проседаем по голде, потому что идут уже сильные противники, которые даже через ланцет не так-то быстро погибают, как хотелось бы. Блин, коробка конфет продолжает мне не падать. У меня аж игра уже подвисать начинает жесткая. Есть 800к. Так, надо пробовать сейчас найти печать. Опять не повезло, к сожалению. С печатью, может быть, и был бы шанс накопить к 30-й минуте миллион. Но окей. Пошли уровни. Хорош. Так, ну мы смогли накопить в 850.30-й минуте. Это уже абсолютный рекорд, поэтому ладно. Но больше ляма, как я и говорил, нам смысла копить нет. Можно, кстати, пойти у челика купить что-нибудь. У торгаша. Так, где он у нас находится? Где-то прям на нас практически. Торгаш, ты где? Блин, что я его не вижу вообще нигде. Хотя я стою прямо на нем, можно сказать. Ага, вот ты где. Можно купить у него дополнительно аркану. У меня максимальное количество золота уже, как обычно. А, у него еще и оживление можно покупать. Нифига себе. А вот это я не знал. Точнее, я забыл об этом. Окей. Давайте посмотрим, что за аркана мне еще может пригодиться. Есть ли какая-нибудь аркана на увеличение фарма? Вот это, кстати, прикольная тема, потому что светильники взрываются. Но я не знаю, если светильники взрываются, дают ли они тогда золото после своего взрыва. Три отскока. Вот эта штука, кстати, полезная достаточно. А что значит, подождите. А что значит плюс три к боезапасу на коробке конфеты? Да как вообще работает? Мне интересно посмотреть, что значит три к боезапасу на коробке конфет. Это значит, что можно было бы выбрать три оружия или что? Надо бы, кстати, после катки это проверить. Ну все, миллион голды есть, сто тысяч врагов есть. Дальше как бы уже особо продолжать смысла нет. Я, кстати, побил рекорд в 200 тысяч. Но чем дальше я буду играть, тем больше и больше я смогу на золотой лихорадке фармить голды. Потому что у нас благодаря аркане плохой сезон увеличивается жадность. То есть мы получаем каждый раз все больше и больше золота с каждым новым уровнем. На 2% там что ли, или на 1% увеличивается за каждый уровень. Плюс ланцет постоянно сокращает здоровье врагов два раза, поэтому они будут отваливаться в любом случае. Даже если мое оружие уже перестанет их пробивать, хотя, опять же, урон оружия тоже увеличивается от нового уровня. Каждый раз благодаря той же самой аркане плохого сезона. Так что, в принципе, вряд ли у меня оружие перестанет убивать противников. Скорее наоборот, оно же еще постоянно прокачивается бесконечно благодаря нашей прокачке. Unlimited прокачке. Ну да, здесь уже, скорее всего, практически невозможно проиграть. Я просто хотел бы выбить еще коробку конфет. Золото идет! 200 тысяч снова! Здорово! Правда, вот во время вот этой вот бездны, к сожалению, у меня идет это... Перестает заполняться шкала золота. Миллион двести семьдесят тысяч. Наверное, лучший персонаж для фарма золота. Давайте попробуем еще найти одну шкатулку, к примеру. Ну, то есть, один сундук еще достать и попробовать, собственно, все-таки найти печать. Но даже вот так вот, как бы, сборка абсолютно без дополнительных оружий. Без дополнительных, по сути, аксуаров, за исключением метаглио... Ну, да, метаглио и колец. То есть, далеко не максимальное количество оружия, далеко не максимальное количество аксуаров. Но, как бы, фарм идет как надо. Меня даже без золотой лихорадки противники пробить уже не могут. Ну, дайте мне уже коробку конфет. Ладно, все. Последний сундук жду. Если не выпадает печать, то заканчиваем нашу капку. Потому что, ну, фармить золото больше не имеет никакого смысла. Так, я запись давно не проверял, секунду. Можно, кстати, пойти по приколу босса ушатать. Если он уже не вырос. Но, скорее всего, он уже вырос до гигантских размеров. Но, по сути, лавр должен ему в два раза здоровье понижать. Так, там сундук выпал, секунду. Лавр, по сути, ему должен в два раза здоровье понижать. Поэтому, даже несмотря на то, какой он будет огромный, я должен его рано или поздно победить. Погнали, кстати, посмотрим, какого он размера. Он должен быть реально огромным уже. Нужно просто выйти на одну линию с ним. Он только влево и вправо может двигаться. Вверх и вниз он практически не двигается. Поэтому, да. Так, мы почти вышли на его линию. Как я понимаю, где-то вот посреди вот этой линии должен стоять. Да. Так, чуть-чуть повыше. И идем теперь в его направлении. Вы сейчас увидите, какого он размера может вымахать, если постоянно будет поглощать противников. Да куда ты убегаешь от меня? Иди сюда. А, он даже не увеличился в размерах пока что. Так он умрет, может быть, до того, как увеличится. Видите, он растет все время. Все больше и больше. А еще он замедляется. Чем он больше, тем он медленнее. Ну, вы просто посмотрите на эту дичь. Но я его лавром все-таки постоянно понижаю ему запас здоровья. То есть, возможно, рано или поздно он погибнет. А может быть, он уже и слишком огромный. И это двойное уменьшение его здоровья не особо мне поможет. Так, где этот засранец? Так, он сместился чуть-чуть наверх. Так, где-то на этой линии он. Ну, и нам нужно сейчас его догнать. Грубо говоря. Хоть он и понижает свою скорость передвижения, но не до максимума. Ну, вот, собственно, он. Интересно, он меня убить может вообще, теоретически? Мне кажется, я ему тупо урона не наношу, потому что он слишком огромный. И лавр просто... Я вне радиусе лавра. Он находится на экране вне радиусе лавра. Так, он идёт ко мне. Окей. Он меня просто обходит, зараза такая. Мне кажется, уже его невозможно победить. Он слишком огромный стал. Но и скорость у него должна была понизиться катастрофически для него. Так, тут сундук есть. О, коробка конфет, да неужели? На 48-м минуте она мне только выпала. Ну, окей. Надо было брать лавр, чтобы чаще пытаться её найти. Можно взять сейчас роскошную луну. Ну и всё, как бы максимальная сборка у нас собрана. Да, печать всё ещё ваншотает противника. Хоть у неё и фиксированный урон при максимальной даже прокачке, у неё не инстакил, у неё просто очень много урона по каждому противнику при срабатывании. Поэтому даже некоторые боссы выживают после её использования, даже если они... У них нету иммунитета к... Да, мне кажется, я просто эту сферу уже не убью из-за того, что она слишком огромная. У неё хп просто растёт с уровнем. Ну и можно так бесконечно, короче, фармить голду. Второй миллион, видите, мы уже заработали с вами быстрее, чем первый. Ну давайте мы нафармим два ляма, и на этом я закончу как бы. Потому что дальше можно фармить просто бесконечно. Всё, у нас есть два миллиона, давайте на этом закончим. Нажимаем «Выйти». Ну и, собственно, вот такая вот сборочка. Если кому-то интересно, пользуйтесь. Это максимально быстро можно с помощью неё нафармить голды. Но опять же, для того, чтобы её нафармить, нужно брюка. Но, в принципе, это необязательный персонаж. То есть, у вас будет чуть-чуть поменьше золота, если вы возьмёте, к примеру, любого другого перса. И точно так же пойдёте с такой же сборкой на костяную зону. Вот. Но я играю за брюка, потому что у него идёт ещё больше голды. То есть, он прям рекорды ставит в этом плане. И вот у костяной сферы просто есть такая неприятная пассивочка. Сейчас я покажу вам. Так, костяная сфера. Она, по-моему, называется Скетамари, если я не ошибаюсь. Да, вот Скетамари. У неё 10 тысяч здоровья, сила 40, скорость 220. Но это начальные статы. Она, короче, получает бонус к здоровью и к атаке и так далее за каждого поглощённого противника. И в итоге она становится настолько жирной, что ты его на поздних этапах уже не убьёшь. Либо надо за ним прям бегать постоянно, очень долго. То есть, на протяжении, наверное, там 45 игровых минут. Чё-то в этом духе. И постоянно его дамажить. И, может быть, он тогда отвалится или поздно. Но это долго слишком. Я не хотел запариваться на этот счёт, поэтому не стал так делать. В общем, максимальное количество золота у нас, как обычно. И вот, да, изи-бризи. Ещё можно золото фармить на таком уровне, как Зудамония М. Там дают по 200-300 тысяч золота за прохождение одного этапа, где это в среднем. Поэтому там вы тоже можете фармить золото на начальных этапах, если вы можете убить босса, но в скосиной зоне, пока у вас не хватает прокачки, чтобы выживать, не хватает аркан, нужных, допустим, тех же самых, то тогда просто можно идти в Зудамонию М и фармить золото там. Собственно, да, сегодня будет серия коротенькая, просто хотел вам показать сборку на брюка. Дальше уже будем играть за таких персонажей, тоже как, допустим, Героун Тон. Это, кстати, один из самых сложных персонажей в игре. Скориони тоже сложный персонаж. Я думаю, вот эти вот два, они два самых сложных героя. Потому что у Скориони очень низкая выживаемость. То есть, хоть и показано, что у него, как бы, здоровье нормально, и даже у Георун Тона здоровье, как бы, нормальное, но он каждый раз будет получать проклятие и будет получать все больше и больше урона. Ну, конечно, я не беру в учет, допустим, Тостика, потому что это самый сложный персонаж, благодаря его 1 хп. Но, в общем-то, за него мы тоже как-нибудь попробуем сыграть, как и за других призраков. Еще Зиасунта, Дивану, там все вот и все персы, за которых мы еще не играли, мы за них тоже поиграем. Осталось, собственно, самое сложное, наверное, это Тостик и Георун Тон. За Скориони, я думаю, мы сборку какую-нибудь подходящую подберем так, чтобы не отваливаться от любых противников. Скрытое кольцо молний каждые 8 уровней получает максимум 6, то есть 8 на 6, 42 на 42 уровне он получает максимальное, или на 50, он получает максимальное количество колец молний. Его надо прокачивать, видимо, на сборку в виде дополнительного урона от молнии, дополнительных взрывов молнии, то есть там каких-то эффектов, так далее и тому подобное. В общем, разберемся по ходу дела, когда будем за него играть. А на этом буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами, как всегда, был Ник. Удачи, до скорых встреч. Мы еще обязательно увидимся. А на этом пока что все и пока-пока.